С виду два совершенно одинаковых дома могут иметь различные суммы, которые выставляет управляющая организация в квитанциях. Как формируется тариф, как не стать жертвой коммунальщиков и понять, что же за суммы выставлены в собственных квитанциях. Попробуем разобраться. Тариф на содержание и ремонт жилья формируется из нескольких составляющих, которые индивидуальны в каждом конкретном примере. То есть набор услуг, уборка придомовой территории, лестничных клеток, круглосуточная диспетчерская, обслуживание и содержание инженерных сетей, лифты и текущий ремонт одинаковые. А вот цена разная. Зависит от изношенности дома, его состояния и того, что жители хотят отремонтировать. Управляющая компания должна согласовывать с жильцами план работ и выставить свой тариф. Соглашаться с ним или нет, собственники принимают решение на общем собрании. Здесь, в доме на улице Володарского, жильцы решили не разоряться и в год ремонтировать по одному подъезду. Работы в одном таком уже на финальной стадии. Тарифы пока я не знаю такого случая, чтобы кто-то относился плохо. У нас есть и неплательщики, мы же тоже подводим компанию. А если мы не платим вовремя то, что нам полагается, у них, возможно, такая тоже исчезает. У нас сейчас есть чем заняться. Жильцы этого дома на улице Ташкентской управляющую организацию сменили недавно. С предложенным тарифом согласились. В месяц за услуги УК платят около полутора тысяч рублей. Платили бы меньше, но предыдущие коммунальщики проблемы не решали. Вот они и накопились. На их решение теперь приходится тратиться. Предыдущая компания вообще ничего не делала. На наши заявки даже не реагировала. А новая компания приступила к работе. То есть мы у них с марта месяца делают. Летом обошли дом, подвал, крыши. Составили план работ, какие нужно делать. И вот постепенно делается все. В подвале меняют запорную арматуру и спускные узлы ради экономии. Впереди согласованные с жителями работы по замене лежаков. Деньги уже выделены на замену 18 метров. Если запорная арматура не работала, приходилось, ну, раньше в этой компании, как они говорят, дом сливали, там подъезды сливали целиком. Это затраты, еще на счетчики как бы капало дому. А когда вот с этой запорной арматурой и спускными узлами, сейчас идет экономия всего. Где-то если работаем на дому, и отключаем только непосредственно тот стояк, который нам нужно. И, соответственно, сливаем только один стояк. Жильцы домов, в которых есть лифты, что логично, платят больше. Здесь, в высотке на улице 9-я Сосневская, много подъездов. В каждом надо бы лифт обновить. Но это очень дорого, примерно по миллиону за единицу. Таких денег на счету дома нет. Жители настолько поднимать тарифы не могут себе позволить. Полностью лифт меняется, если один раз 25 лет. То есть, ну, и служба выходит постоянно, потому что и вандализм присутствует. То есть, вот, а так детали, то есть, один раз, то есть, разные детали происходят сменять. По тросу, то есть, тоже, если вот какой-то, то есть, со ним имеется погрешность, то есть, он производится замену. То есть, в основном раз в год. Один лифт уже поменяли, на очереди еще один. Жильцы терпеливо ждут и пока добираются до нужного этажа вот в такой коробке, обшитой нержавейкой. Этот непрезентабельный вид лифт получил после пожара. Ждать осталось недолго, до января. Было даже, что кнопка как бы срабатывала раньше. Если человек не зашел, это, например, лифт едет, хотел только включаться. И нам сейчас вот сделали немножко с запаздыванием. Кнопка включается позже, вызывается немножко позже. Ну, такие пока неприятности, но сейчас наш подъезд поставлен на очередь на полную, допустим, реставрацию, что ли, или замену, или ремонт. Что написано в квитанциях и за что жильцы платят, они должны четко представлять, чтобы когда управляющая организация решит тариф поменять, можно было спросить, выполнены ли предыдущие обещания и на что потрачены собранные деньги. Был произведен ремонт крыши, второй, третий подъезд, полностью перекрыта крыша. Большие работы были сделаны в подвале. Там запорные ароматуры, трубы были сменены. Вот, например, запуск тепла в этот период был произведен без всяких проблем. Потом, значит, перешли еще к этой компании, почему? Были меньше тарифы, даже включая уборку подъездов. Посмотреть, какая плата за те или иные услуги, можно в договоре управления. Если его нет на руках, тогда на сайте реформирования ЖКХ. Там есть проекты утвержденных договоров. Выбираем регион, ищем компанию «Дом». Например, Кавалерийская 50, УК «Дома» или микрорайон Московский «Дом-1», компания «ИФТБС». Тариф на обслуживание лифта больше 3 рублей. Чуть меньше – на Володарского 7, компания «Крит» – 2,50. Девятая Сосневская – 122, «Корона». Тариф на лифты меньше 2 рублей. С данными может ознакомиться любой желающий, сравнить, сколько платят соседи и рассчитать обоснованность тарифов в своем доме. Например, дворник на доме, предположим, получает около 10 тысяч рублей. Значит, прибавляем налоги на заработную плату, получается там 12-15. Если площадь нашего дома, скажем, 7,5 тысяч квадратных метров, значит, 2 рубля вот этой составляющей будут покрывать полностью расходы заработной платы дворника. Соответственно, если управляющая компания берет 5 рублей с квадратного метра за уборку при домовой территории, значит, вопрос – либо у них три дворника, либо что-то здесь не то. И то же самое можно провести анализ по любой строке. Сравнивать и выяснять, отмечают сами коммунальщики, нужно и важно, чтобы выбрать оптимальную управляющую организацию и знать, на что в родном жилье идет каждая копейка. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иваново.